Всем доброго вечера или доброго утра, в общем, доброго времени суток. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Что мы сейчас посмотрим с вами? Давайте достанем арканчик. Конечно же, про любовь и отношения в первую очередь будем смотреть. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведущая. И не торог, торог, магический инструмент. Дорогие, у меня есть те практики современной в энергоканалах. В общем-то, и по стариночке работы на улучшение вашего состояния. Общего, частного, личного, общественного. В общем, обращайтесь, чем могу, помогу. Смотрю я экстрасенсорно в каналах, я знаю, я сновидение по фото. Ну и разные у меня методы. Итак, подумайте о человеке. Давайте посмотрим, кто и что, кого нам сейчас вообще покажут. Ну, начинается. Значит, смотрите, здесь человек действий. Человек, который ценит время, старается выполнять обещанное быстро. Вообще, этот человек как-то может внезапно прийти в вашу жизнь, все в ней поменять, перевернуть с ног на голову. Единственное, что сейчас он либо не выходит с вами на связь, либо что-то не может выполнить то, что обещал. Давайте у вас посмотрим. Я выбираю рандомно. Здесь вы можете быть в эмоциях, в слезах. Вы можете то радоваться и планы строить, то тут же печалиться, грустить, не понимая, опять же, да, что он, с чем он, как он к вам. Давайте посмотрим, с чем он к вам вообще пришел. Человек пришел сквозь свои житейские неприятности и уже не веря в любовь, не веря в романтику. У него есть некое разочарование. Но очень похоже на то, что вы его, ну, как-то стали к этому стимулировать. Здесь явно, неявно, вольно, невольно. Давайте уточним. Ну, что здесь можно сказать? Вот как раз-таки, либо с вашим приходом, либо в вашем лице он может найти партнершу, партнера по жизни, с кем будет хорошо, стабильно, спокойно. И здесь, видите, здесь семья, здесь и хвостики, здесь и старшее поколение, и молодое поколение. Но вот, возможно, с вами он как раз захочет, или уже это вспомнил. Возможно, вас связывают отношения более серьезные. У нас все-таки общий сеанс, я всегда об этом говорю. И нет, конечно, лучше сеанса индивидуального ничего, да, когда уже мы настраиваемся на вашу ситуацию конкретно, все-таки тут можно очень ведь многое сказать, просмотреть, да, скорректировать. Ну, и, в общем-то, потому что арканы очень хорошие, а у человека просто, знаете, не хватает романтики, не хватает эмоций и не хватает вот именно чувствований. Он так, ну, давайте скажем, напрягся от чего-то. Может быть, от жизни такой, да, может быть, что-то приелось ему. Но в любом случае, мы же вот о вас делаем, да, сейчас все-таки запрос. Но здесь вообще говорят, что нужны изменения действительно. Потому что аркан смерти, он говорит как раз-таки о глобальных. Здесь и расставание, если уже все приелось и все одинаково. Бывает, что люди просто устают. Нет перемен, нет изменений. Или в его жизни так происходит, а вы для него как лучик света, да, сейчас. Но давайте посмотрим, что у него вообще в его личной жизни, если у него кто-то есть там, да. Знаете, он вообще-то не пускает в свое сердце, в свое личное пространство. Он защищает себя и тех, кто рядом с ним, тех, кто за ними. То есть он и плохо не должен говорить. И сам не позволяет обижать, оскорблять. Даже если это его бывшее. То есть вот здесь такая... И о вас он тоже плохого не скажет. Понимаете, да? Но здесь человек закрыт. Он не впускает, он не хочет, чтобы его обсуждали, перемывали косточки, ну и прочее. Вы же... Вот давайте так. Так, у вас какая позиция? В какой позиции вы здесь? Вы знаете, здесь действительно уже что-то может начать... Знаете, как вот добиваешься, добиваешься улучшений, потом раз, все, добился, добилась и приелась, да. У вас здесь действительно нужны новые линии горизонта, новая стадия отношений, новая информация, перемены достаточно серьезные. Потому что здесь вы с этим человеком, в принципе, готовы разделить очень много историй. И кровь, кровь, но как кровь, вы знаете, ведь не просто так, потому что здесь же ведь род вышел, да. Но это то, что по крови, то есть родовое идет. И аркан-то серьезное ведь вышел, да. То есть это и совместное потомство, надеясь. Ну, либо же совместное вообще проживание настолько плотно, что, в принципе, можно сказать, что, да, вот кто-то и старость вместе захочет встретить. То есть достаточно надежный и вам нужен такой человек, который с вами будет по жизни, и вы с ним будете по жизни. Действительно, здесь какой-то переломный момент. Вот прям по снежку. Давайте посмотрим, чего ожидать. Так, зависшее положение все-таки есть, имеется. И отток энергии есть. Давайте посмотрим, что и почему. Подумайте о человеке. Обязательно подпишитесь, если вы не подписаны. Ну, видите, что он тоже, несмотря на то, что мы не знаем, какое у вас действительно положение в ваших отношениях, да, насколько вы серьезны, или как, ну, тут вот дружеское. То есть сейчас он все-таки готов общаться, но не так быстро. Возможно, вы хотите чего-то другого. Но пока он ничего дать не может особенного. Может быть, вас только как-то морально поддержать, да, словесно. Потому что вот он что-то обещал и должен был сделать. Но, посмотрите, здесь даже тройка вышла. Так, все вот эти вот перспективы, да, прекрасные. Сейчас просто откладывается. Давайте посмотрим, почему, по какой причине. Да, здесь все-таки, знаете ли, слегка перенапрячься. Но вот как раз-таки благодаря вам здесь ваша сила очень важна. Вы можете на эту ситуацию как-то повлиять. И на решение этого человека тоже можете. Вы имеете на него влияние. Вы исцеляете, вы излучаете. Ну, если вы это делаете, да. Если вы излучаете прекрасную энергетику женскую, и если вы умеете обращаться с этим человеком, ну, и вообще с людьми, то здесь вы ситуацию выправите. Вот так. Сможете помочь. На вас вся надежда, как говорится, да. И знаете, здесь многое от вас независимо бояться не надо, потому что вам нет особо соперников. Он действительно может общаться с кем-то и по работе у него могут быть сотрудницы. И в друзьях он общается. Он не считает нужным, как бы от этого отказывается. И в его окружении могут быть те, кто желает также такого мужчину, да. Если вы переживаете, конечно, понятно, что очень часто это не беспочвенно. Но все-таки вам... Понимаете, караван идет. Шавки лают. Не будем трогать собак. Шавки лают. А караван идет. Вот. И конкуренция это больше машинная возня. Иногда даже люди пытаются друг другу что-то доказать, которое в отношениях, да. Или непонятно, что между ними. Вот этот переход должен случиться, а он не случается. Может быть, вам все-таки врозь надо. Но здесь, вы знаете, здесь усталость. Здесь усталость чувствуется. И все-таки... Ну, надо подготовиться еще, да. Вот к этим шажкам, которые должны быть. Здесь колесо судьбы у вас, вас свело, вас судьба свела. Вас свели некие силы для того, чтобы вы не просто уроки прошли. Но здесь свои одни из самых счастливых моментов в жизни получили. Да, и удары здесь тоже тяжелые. Но, вы знаете, да, чем ты, как говорится... Ну, так хорошенько, да, прочувствуется. Вот даже можно и расстаться. Когда человек трансформируется правильно, получив уроки, поблагодарив и так далее. Ведь дальше, может быть, все совершенно настолько прекрасно, что... Ну, ведь колесо фортуны, оно ведь цикличность имеет, да. От темного к светлому. Вниз упали, а потом все равно будет... Повышение. А потом будет полет вверх. Но здесь, вы понимаете, многое от вас и не зависит. Но от вашей готовности, от вашей энергетики очень многое зависит. Здесь могут быть неожиданные повороты. Очень сложно все прочитать. Здесь можно только индивидуально. Поэтому обращайтесь, кому интересно. Информация есть под видео. То есть, в вашей ситуации здесь, да, можно повлиять и можно как-то... Но не на все события, потому что здесь судьба еще, да, выруливает. Но у вас есть очень большой шанс вовремя вырулить в нужное правильное место, вовремя появиться там, где надо сказать то, что нужно, помочь. И ему, и себе, и вашему отношению. Еще следует рекомендация. Ну, дорогие мои, вы видите. Двадцатый аркан. Вот он, прекрасный аркан. Вот он ваш. И вот он здесь. Тот самый выбор серьезнейший, да. И дальше вместе, либо врозь. И нужно сказать, что этот мужчина все-таки... Вот его жезлы. Он придет, он появится, человек вас желает, и не просто горизонтально. Действительно, здесь ответственный человек. И в любом случае здесь есть и желание заботиться о вас. Ну, вот какие-то пока что трудности, да. Но вы, я надеюсь, информацию уже многие научились пользоваться, да. Если нет, ну, обращайтесь. Помогу. Чем могу. Давайте еще вопрос задумайте. Бонусом будет ответ на ваш вопрос. Ситуация любая. Да, опять же, вот тут по второго ночи. Темные круги под глазами. Много работы. Много... Много ответственности у вас. И, очевидно, нет у вас отдыха. Отдохните, перезагрузитесь от того вопроса, который вас сейчас волнует. Здесь очень много времени, сил вы тратите на что-то другое. Может быть, если будет повышение, вы спрашиваете по службе, по работе. Это возможно. Но только если вы... Ну, вы действительно здесь, понятное дело, очень ответственный человек. Но главное, чтобы не было перебора. Потому что можно очень сильно перетрудиться. И потом повышение и прочее кто-то другой может получить. Но здесь вот как выход из клетки какой-то есть. Все равно позитивно. И все-таки побольше отдыхайте. Умеете работать, умеете отдыхать. Здесь нужно правильно сгармонизировать ваш день, вашу ночь. Ваши дела, ваш отдых, ваши мечтания. И ваши даже где-то замыслы и фантазии. Ну и на самом-то деле, всем вам, дорогие мои, особенно те, кто донатит, благодарю вас, вам взаимности. Пусть все будет только наилучшим образом. Здесь императрица. Это прекрасная энергия. Энергетика обязательно. Поставьте лайк. То есть вашу благодарность. Без этого ничего не будет работать. Напишите комментарий обязательно. Особенно те, кто говорит, что мы ничего не любим писать. Ну вот лайки всегда. Обязательно напишите сейчас комментарий. И всегда это делайте. И будет вам взаимность. Спасибо, что вы со мной. Будь добры. До новых встреч. И пока-пока.